Музыка Всем известно, что больше ценится коньяк хорошей выдержки. Чем выдержаннее, тем ценнее и качественнее. На Ереванском коньячном заводе, где коньячные традиции берут начало с 1887 года, об этом знают очень хорошо. Мы сейчас находимся в музее Ереванского коньячного завода, который является одной из частей цеха прожения. Здесь проходит наша экскурсия. Именно здесь гости знакомятся с процессом производства коньяка и с историей Ереванского коньячного завода. Здесь есть бочки, в которых настаивается спирт. У нас есть именные бочки, которые также можно здесь увидеть. Бочки 34 грезидентов. На Ереванском коньячном заводе хранится много исторических бочек с коньяком, одну из которых увидела съемочная группа Сивилнета. Это одна из самых красивых частей нашего музея, так как здесь находится бочка мира. Она была залита в 2001-м в честь визита сопредседателя Минской группы. В бочке настаивается спирт 1994 года. Как вы помните, 1994 год подписания перемирия, и было решено, что бочка будет открыта именно в тот знаменательный день, когда Карабахский конфликт будет решен мирным путем. В 2001-м вместе с сопредседателями Минской группы в церемонии запечатывания бочки участвовал также журналист Атула Капян. Очень хорошо помню не только тот день, но и предшествовавшие этому дню события, так как если бы не было того, что предшествовало, нельзя было бы надеяться на то, что эта бочка запечатается. 2001-й был тем годом, когда были большие надежды и ожидания в связи с тем, что касалось решения Карабахского конфликта близится. И, наконец, это бессрочное перемирие превращается в мирный договор между Арменией, Азербайджаном и НКР. 12 мая 1994 года был подписан договор о достижении бессрочного перемирия, который положил конец крупномасштабным военным действиям на Карабахском фронте и армяно-азербайджанской границе. Согласно неофициальным данным, в течение 20 лет в результате диверсионных действий на армяно-азербайджанской границе погибло около 1000 человек. Азербайджанская сторона утверждает, что в течение 20 лет в результате диверсионных действий с ее стороны погибло около 3000 человек. Очень хорошо помню. Сопредседатели в Баку встретились с Гейдаром Алиевым. Они перешли линию соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана. Это был очень интересный момент, так как с обеих сторон так называемая линия соприкосновения включает в себя также заминированные территории. И азербайджанцы открыли эту заминированную территорию, чтобы сопредседатели перешли на нейтральную зону. Потом наши открыли заминированную часть, чтобы они перешли на территорию Карабаха. А потом снова закрыли. Я очень хорошо помню, потому что это было на территории Агдама. Произошел один трагический случай. Азербайджанский офицер сделал что-то неправильно. Мы все услышали взрыв. Он потерял ногу. Помню, как сопредседатели перешли на карабахскую территорию в Агдам. Они пребывали в довольно депрессивном настроении, так как было раннее утро, и офицер потерял ногу. Вечером 22 мая 2001 года, как отметил Тату Лакапян, сопредседатели минской группы запечатали бочку, назвав ее «бочкой мира». Со дня запечатывания и по сей день посетители оставляют свои пожелания и подписи. Мы также последовали этому примеру. Спустя 13 лет после церемонии запечатывания, мы более чем далеки, и день от дня все больше отдаляемся от мира. Как правило, чем дольше спирт остается в бочке, тем он лучше. Но это тот единственный случай, когда мы хотим, чтобы бочка открылась как можно раньше. Пусть будет исключением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok